Ну, фактически, его лишают статус из Венигорода, делают филиалом Истринского, забирают все фонды, забирают все помещения, которые в монастыре, но это как бы непобедимо, но в городе взамен ничего не дают. А где этот Звенигородский музей находится? Ну, он всю жизнь в Савино-Стражевском монастыре был, вот открыли манеж. Манеж — это просто выставочный зал, вот фактически его изводят до положения просто выставочного зала, всё. А все фонды, всё, что вот годами попилось, всё это выводят в Истру. А почему это? Кто такой решил? Ну, потому что министр культуры области, которому подчинён музей, он раньше был директором вот этого Ново-Иерусалимского музея и выбил там огромные деньги под строительство фонда-хранилища. Теперь ему надо это всё наполнить. Ну, и вообще наш музей-то отнюдь не бедненький. Наша задача сейчас, чтобы выделили какие-то помещения в городе и чтобы всё-таки фонды остались в городе, чтобы продолжалась научная работа, конференции музеи проводят научные каждый год, чтобы всё это не было перечёркнуто. Я так понимаю, что это анипласт в основном, да? Ну, не только анипласт, вся промзона, которая находится у нас в городе, в курортном городе, в Дравнице, да, которая отравляет существенно людям жизнь своими выбросами химическими и большим количеством большегрузного автомобиля к ним. Как она, по вашему мнению, влияет на Зенигород? Очень пагубно. Жители задыхаются. Задыхаются от большегрузных автомобилей. И, в общем, мы требуем, чтобы это предприятие вывели за черту Зенигорода. Вы можете дать какие-нибудь пояснения? Ну, пояснения заключаются в том, что жители недовольны то, что город расширяется за счёт многоэтажного строительства, в отсутствие укрепления инфраструктуры, то, что нагрузка на существующую инфраструктуру возрастает, исторический ландшафт портится, город становится перегруженным. И мы считаем, что к интересам города это не отвечает, потому что никаких плюсов для существующих жителей не возникает, это одни минусы. И считаем, что дальнейшая застройка города нецелесообразна, надо её остановить и сделать это как можно скорее. Вы можете пояснить, что там у вас в Южном со школой? У нас продают участок воинской части, который был передан в образовательный объект под школу для наших детей. Администрация его выставила на торги и продаёт. Это единственный участок, где можно построить школу, которая бы соответствовала всем нормам и требованиям нашего российского законодательства. Я уже полгода веду общественные деятельности в этом направлении. К сожалению, власть не хочет нас слышать местные. Поэтому я здесь хочу, чтобы нас услышал наш президент, до которого я хочу голосовать на ближайших выборах. Продолжение следует...